Так, Евгений Петрович Бужинский у нас на связи. Евгений Петрович, доброе утро, генерал-лейтенант в отставке, профессор высшей школы экономики. Евгений Петрович, завтра Макрон собирается с чем-то обратиться к нации. Даже страшно представить, что же он такого наговорит. Плюс Владимир Владимирович сегодня, ну, через несколько часов интервью уже выйдет. Какой часов? Там через 23 минут уже начнем показывать. Ну, там уже было сказано, что мне, Михаилу Михайловичу, Ходоренкову, фанатов секты ядерного Армагеддона придется подождать. То есть пока временно откладывается. Давайте начнем с любимой нашей темы, это ядерное оружие. Вы знаете, я очень рад, что мои мысли совпадают с мыслями президента, потому что вот что касается тактического ядерного оружия, я с самого начала говорил, что военного смысла применять тактическое ядерное оружие на территории Украины, а именно об этом говорит президент, смысла никакого нет. Фактически бы это применять оружие по своей собственной территории. Но зачем? Потому что ведь ядерное оружие, помимо там ударной волны, светового излучения, там же еще и радиация. Поэтому оставлять после окончания этого конфликта, который завершится нашей победой, зараженную местность, на которой придется жить нашим людям, смысла никакого нет. Другое дело, президент не исключает применение ядерного оружия в соответствии с нашей доктриной, если под угрозу будет поставлена территориальная целостность, кстати, такой параметр тоже есть. А вот, например, новые регионы, Россия это наша территория, она по конституции наша. Поэтому и более того, президент еще раз повторил, что у нас есть все средства для того, чтобы достать нашего противника в любой точке земного шара. Но не на Украине. На Украине, я еще раз повторяю, у нас достаточно обычных средств поражения для того, чтобы... Притом, как я понимаю, мы далеко не все еще использовали. Нет, мы, во-первых, далеко не все еще использовали. Вот мы, кстати, отчего сейчас идет такой вой на Западе, что как же так вот русские не использовали вот эти фабы наши в начале конфликта, и как было всем хорошо. А последнее время там чуть ли не 100 ударов в день, да еще все эти фабы, у которых, по их оценкам, у нас неисчерпаемые запасы еще со времен Советского Союза, плюс наши замечательные конструкторы придумали, как вот мне рассказали, очень эффективный и относительно дешевый вот этот модуль планирования и коррекции, которым оснащаются наши фабы. Так и есть. Мы применили же далеко не всю линейку. Мы пока только 250, 500, 1500. И они уже воют. Как же так? Потому что помимо разрушений, там, разрыв бомбы в 1500 килограмм весом оказывает такое психологическое воздействие, что помимо контузии они долго не могут, так сказать, даже те, кто остался в живых, прийти в себя чисто психологически. Поэтому у нас еще есть резервы, у нас еще есть три тонны, но я уж не говорю, есть и больше. Но я видел, как пятитонник падает, потому что их сбрасывали на Азовсталь. Ну, ощущение землетрясения, даже когда находишься, вежливо говоря, не очень близко. Вот, Владимир Владимирович, это пока только вот вы видели, так сказать, одиночное применение. А если начинать применять их массово, то я думаю, что там... Кошмар. Кошмар, да. Поэтому и третий фактор, возвращаясь к ядерному оружию, опять же, президент не устает подчеркивать, что мы ушли вперед, далеко вперед ушли в плане модернизации своей триады, она у нас на 95% готова. У нас и наземная группировка, там уже ярсы практически заместили, топали. Развернутся, Армад встал на боевое дежурство. Скоро, вот как президент сказал в своем обращении к Федеральному собранию, я думаю, будет осуществлено один-два учебно-боевых пуска из мест расположения дивизии. Поэтому самолеты поставляются, тоже было продемонстрировано, вот модернизирует Ту-160, и в прошлом году там поставлено пять штук. В этом году всего планируется иметь 50, планы будут выполнены, ни у кого уже сомнений не вызывает. Морская компонента, Бореи спускаются, три на стапелях, ясени тоже спускаются. То есть у нас, вот в отличие от американцев, мне вот, откровенно говоря, не очень понятно. У американцев, ну как еще Трамп в свое время сказал, что у них денег, как у дураков-антиков, они могут этих боезарядов наклепать там сотни тысяч. Ну пусть клепает. Но, тем не менее, по наземной компоненте отставания, причем отставания, их уже лет на шесть, на семь, плюс по деньгам у них в полтора раза больше с этими Сентинейлами. По авиации Райдер-1 прототип поднялся, к 30-му вроде как 100 самолетов, но по опыту F-35, когда они, мало того, что уже триллион 300 миллиардов, никогда в жизни такой программы ни одной не было, отстали уже, вернее, уже прошло 10 лет, как приняли на вооружение, а довести до ума до сих пор не могут. По морской компоненте у американцев то же самое. Вот эти новые лодки пока только, так сказать, обещание, что вот-вот спустят на воду. То есть мы, ну, я уже не говорю о том, что у нас появились виды вооружения, которых у американцев просто нет. Гиперзвука у них до сих пор нет. Вот вчера, по-моему, было сообщение, что провели якобы успешное испытание, но, опять же, заявили скорость около пяти махов. Но это около, это около гиперзвукового оружия. Потому что гиперзвуковое оружие – это сверх. Вот у нас 9, 21, вот там, если говорить, кинжал, циркон. У нас это есть уже. Мало того, что у нас есть, уже применено и испытано в боевых условиях. Поэтому нам на территории Украины, например, вот для чего там ядерный боезаряд? Чтобы пробить какой-то, так сказать, супер-пупер укрепленный там командный пункт или заглубленный командный пункт, или какое-то там повещение для складирования чего-то. Но мы еще год назад, в 22-м году продемонстрировали кинжалом, когда поразили заглубленный там склад, не помню чего, в Карпатах. Да, при том, который готовился на случай ядерной войны. Который готовился и был рассчитан именно на то, чтобы выдержать удар ядерного боеприпаса средней мощности. Наш кинжал, так сказать, спокойно обрушил все это дело. Поэтому у нас есть средства. И я верю абсолютно президенту, когда он говорит, что у нас еще и наши конструкторы, наши инженеры работают. И мы еще, так сказать, удивим наших бывших партнеров, нынешних противников, теми средствами поражения, которые у нас уже есть и в скором времени еще. Но проблема в том, что то, что у нас есть, ведь не используешь сейчас на поле боя с Украиной. То есть стратегический компонент, отлично, но когда тебя кусают блохи и укусы болезненно, ты же не будешь их ядерным оружием приводить чувства. Ну, если не следовать моей методе. Потому что не все же в секте ядерного Армагеддона. Поэтому необходимо смотреть на вот как сейчас, да, вот, ну, атаки вглубь нашей территории дронами, которые выполнены, ну, в общем, из подручных материалов, крайне дешевые. Морские дроны, с которыми надо разбираться, хотя все понимают, как это делать, но это же надо реализовать. То есть вот здесь нам очень важно, то есть нам надо обращать внимание на совсем другой пласт вооружения и средства защиты. Владимир Владимирович, ну, что касается морских дронов, ну, ну, есть очень дешевые, простые способы защиты, но это, скажем так, вот Крымский мост. Вот поставили боновые заграждения, я так понимаю, по всей протяженности моста, и уже атака дронами моста, она практически исключена. То остаются только ракеты. А вот опоясать дронами, так сказать, всю акваторию Черного моря невозможно. Поэтому они вот ловят наши корабли, когда они выходят за границы акватории порта или военно-морской базы, где-то там приткнулись у побережья, разведка установила, и идет, так сказать, поражение этими дронами. Но самая эффективность, с моей точки зрения, способ, это надо отрезать их от Черного моря, потому что без выхода к морю, извините меня, из Средиземного моря дрон по нашему Черноморскому флоту не запустишь. Поэтому я думаю, что наше командование это имеет в виду, и заявление президента, что Одесса город русский, вселяет в меня определенный, так сказать, опрос. Ну, для этой цели необходимо определенные подготовить на мероприятии, понимать, как делать, что делать, а главное, сколько для этого нужно людей. Мне кажется, кстати, очень неточные оценки, вот когда сейчас, например, речь идет, вот только что я читаю, Старшеды пишут, что опять начался четвертый день сражения на Белгородском пограничье, противник традиционно запускает большое количество ПЛА всех типов, наше ПВО активно работает, лично составит техника врага, и действительно много щупает наши позиции на Горо-Воронском направлении. Активно работают артиллерии, танки, идут бои. То есть ясно, что надо забирать Харьковскую область. Тут же нам говорят, а вспомните, сколько погибло сотен тысяч советских бойцов во время Великой Отечественной войны, когда была эта операция. Когда в ответ вам говоришь, да, конечно, но тогда и армии воевали в совершенно другой численности. Поэтому, когда говорят, нам нужна для этого группировка, там, 300-400-500 тысяч, говоришь, минуточку, давайте считать расходы того, что нам противостоит, а не базируясь на временах Великой Отечественной войны. Вы абсолютно правы, потому что качество боевых действий, качество средств поражения сейчас совершенно другое. Сравнивать это с периодом Отечественной войны, да даже философия применения группировок, она другая. С точки зрения вот тех целей, которые заявили уже Украина, и украинское руководство, и на Западе их поддерживают, это, да, два, проведение террористических актов на территории Российской Федерации и поражение целей в глубине российской территории, прежде всего, в Крыму. Ну вот это сейчас осуществляется. А с точки зрения борьбы с дронами, я должен сказать, что вот у меня много, так сказать, моих бывших, с кем я учился, и училищ, и в Академии, так сказать, специалистов в области противовоздушной обороны. Вот они мне говорят, что мы не для поражения дронов, не в достаточной степени активно используем вертолеты. Я не специалист, поэтому я... Не, они абсолютно правильно говорят, особенно если речь идет о подтопленных, там, морских дронах, то, конечно, для этой цели как раз и надо использовать и вертолеты, и беспилотники для их засечения, обнаружения, уничтожения. Сто процентов правильно говорят. Да, и еще надо, конечно, создавать сплошное поле радиолокационного обнаружения, ну, прежде всего, по западной границе. Я вам должен сказать, что... Но для этой цели надо использовать, на мой взгляд, дирижабли. Самый простой вариант, на них поднять всю необходимую технику, это дешевле, чем строить большие самолеты, которые выглядят как большие цели. Абсолютно с вами согласен. Нужно опускать нижнюю кромку обнаружения, там, метров до 50, и использовать дирижабли. Это однозначно. Я вам больше скажу, вот мы после развала Советского Союза, я помню эти разговоры и на коллегии министерства обороны, у нас были такие дыры, ну, особенно там на восточном направлении, да и на западном тоже, что у нас не то, что сплошного поля, а какие-то были, знаете, эпизодические участки, которые закрывались средствами обнаружения. За прошедшие 30 лет, особенно за прошедшие 15, где-то 10-15 лет, наша команда и промышленность проделала огромнейшую работу. Я думаю, что, учитывая, ну, это признается всеми, что наши средства РЭП и вообще средства ПВО, они, скажем так, ну, если мягко говорить, ни от кого не отстали, а по многим направлениям многих и опередили. Поэтому заделы у нас есть, насколько я понимаю, возможности экономические у нас тоже есть. Я думаю, что эта задача решаема, и это надо делать. Ну, и еще один, я тут вот тоже время от времени слышу, вот Владислав Шурыгин об этом неоднократно говорил. Я поддерживаю точку зрения, что нам нужно возвращаться и к ПВО страны. Мы ликвидировали в свое время ПВО страны как вид вооруженных сил. Я даже знаю почему, потому что почему-то мы решили, что вот у нас должно быть все, как у американцев. Вот у американцев все там военно-воздушных сил, все средства ПВО, и у нас тоже будут такие же. Ну, а потом дошло до абсурда, вот предыдущий министр обороны, там и дивизии в бригады, авиационные полки в авиабазах, все как у американцев. И дошло до вообще, ну там, на дальневосточном военном округе, там полоса ответственности бригады, там чуть ли не несколько тысяч километров получалось. Ну, слава богу, что эти ошибки сейчас исправляются. Но есть еще ряд изменений, которые, мне кажется, надо сделать, учитывая рост численности вооруженных сил. Ну, например, мне кажется странным, что, ну, те же там инженерные войска, связисты, что их статус сильно понижен по отношению к советскому времени. То есть, а мне кажется, что надо поднимать и... Абсолютно с вами согласен. Ну, не может быть, так сказать, начальник рода войск, а инженерные войска это род войск. Ну, воздушно-десантные войска тоже такой же род войск. Но там командующий генерал-полковник, а у инженеров генерал-лейтенант, войска радиационно-химической и бактериологической защиты, род войск, но там опять понизили до генерал-лейтенанта. Так же, как и там, например, в генеральном штабе очень многие категории, вот там, вот МОЗ, считается МОЗ вооруженных сил, главное оперативное управление. Взяли и понизили там на одну-две ступени соответствующих, но не будут там в детали углубляться, но... Ну, это вот все такое тяжелое наследие Н.Е. Макарова и Сердюкова. Ну... Но это же в их время проходило. Ну, это в их время проходило, да, именно в их время проходило, когда, вот, я могу сказать только про свой глав, например, тоже там взяли и практически ликвидировали все генеральные должности под предлогом того, а, дескать, международной деятельностью пусть МИД занимается, а мы должны к войне готовиться, сказал мне лично министр обороны. Ну, наверное, он был прав, что надо к войне готовиться, но... Это какой министр обороны, то есть кто тогда был? Ну, предшественник, нынешний министр обороны, да. Вот, поэтому ошибки были, ошибки... Но, слава богу, что они исправляются. И исправляются, особенно в нынешней обстановке, исправляются достаточно быстро и достаточно эффективно. Ну, надо отметить, что вот эта скорость изменений, она оказалась неожиданной для врага. И мы, кстати, пока не видим такого рода изменения, скажем, в натовской доктрине. Мне кажется, что вообще-то уныние, которое сейчас с той стороны... Почему они говорят, что деньги ничего не решат? Ну, дадут деньги, хорошо, но накачают оружием, как было год назад. А наши-то оборонительные сооружения никуда не делись. Как их преодолевать-то будут? Они же так и не нашли рецепты. Владимир Рудольфович, во-первых, деньги сразу в снаряды не превращаются. Понимаете, вот сегодня деньги, а завтра уже снаряды готовы к отгрузке. Так не бывает. Сегодня деньги, а через несколько месяцев снаряды. А с учетом даже, даже не очень, так сказать, быстрого нашего продвижения, но уверенного, я думаю, что нам несколько месяцев для того, чтобы добиться решающего перелома, должно хватить. Тем более, что перспективы быстрого выделения денег я лично пока не вижу. Пока я слышу только, что в апреле, к концу апреля. Ну, посмотрим. А главное, идеологически, ну хорошо, деньги выделил, но Зеленский их пронюхал. Но вопрос же в том, что даже если ты дашь снаряды и все прочее, а делать-то что? У них же концептуально нет понимания, что делать. Так в том-то и дело. Вот, понимаете, они сейчас пришли к выводу, оказывается, что у Запада, они уже Украину, так сказать, за скобки вводят, у Запада нет стратегии, что делать с Россией на Украине. Вот сейчас они судорожно начали вырабатывать стратегию. Вот, вчера прочитал там доклад канадского аналитического центра, который там, ну типа канадский рэнд с Минобороны, который очень тесно афилирован. Вот они там 14 пунктов. Ну, вы знаете, просто за недостатком времени не готов сейчас это перечитать. Ну, совершенно четко, что Запад проигрывает, что нужно что-то делать, что, ну там целые, целые, я говорю, 14 пунктов. И все они, я согласен со всеми из этих пунктов, что нужно срочно искать выход. Иначе будет полный, так сказать, полный швах, как у нас говорили. Спасибо большое, Евгений Петрович. Вы слышали генерал-лейтенанта, профессора высшей школы экономики Евгения Петровича Бужинского.